День ездовых собак Одно очень ловкое животное способно справиться с 24 замками всего лишь за 1 час А еще его ступни выворачиваются на 180 градусов Кто же это? Может мышь? Или кот? Лисица? Белка? Или все же енот? В нашей программе вы узнаете много фактов о мире Знаете ли вы, например, что белка может спрыгнуть с пятиэтажного дома А она может! Секрет ее прыжков в пушистом хвостике Он рулит и помогает держаться в воздухе, словно парашют У кого из животных язык линей тела? Среди млекопитающих самый линей по отношению к телу язык У листоносой летучей мыши Его лина в полтора раза больше тела Во рту он не помещается и хранится в грудной клетке На втором месте хамелеон Его язык и длинный, и быстрый На то, чтобы выстрелить языком в жертву У него уходит время в сто раз меньше секунды Глаз человека за этим движением проследить не успевает А на третьем месте дятел Удивительно, но имея длинный язык Дятлы не умеют произносить звуки Не петь, не свистеть, не чирикать Они общаются между собой, барабаня по деревьям Знаете ли вы, чем занимаются космобиологи? Тем, как ведут себя организмы в долгом полете и невесомости Например, еще никто из ученых в мире не знает, как поведет себя детский организм Ведь дети еще не были в космосе Каждый космобиолог занимается изучением вирусов, растений, животных и людей в условиях космоса Например, на орбите уже вырастили редис, горох, японскую капусту и пшеницу Как рассказывают агрономы, растения, которые побывали в космосе, росли быстрее На них раньше других появлялись цветы Активнее завязывались семена И плоды оказывались тоже более крупными Для чего же нужны теплицы в космосе? Звучит фантастично Но космобиологи проводят опыты с растениями для того, чтобы мы выжили за пределами Земли И могли жевать свежие салаты на Луне Особый интерес для изучения представляют редкие растения, занесенные в Красную книгу В 2013 году некоторые из них отправили в космос Там посадили, а затем вернули на Землю в 2015 Все они почти ежегодно цветут и плодоносят А вот с человеком гораздо сложнее Выяснилось, что в полете космонавтов слабеют мышцы сердца Из-за невесомости Это значит, что космический полет не может длиться дольше двух лет Так что космические сериалы, в которых экспедиция длится десятки лет Пока фантастика Знаете, кто из нашего мира может поменять пол по собственному желанию? Рыбы, животные А вот и нет Это морские моллюски Еще интересный факт про моллюсков Самый умный их вид – это осьминог Он даже поддается дрессиров Вы когда-нибудь видели тридцатиметровую траву? Неужели существует? Да, существует И это бамбук Кстати, бамбуки одного вида всегда цветут одновременно В любой точке мира Независимо от того, где именно они растут Каждая птица при полете должна быть сосредоточена на действии Но знаете ли вы, что некоторые птицы могут спать во время полета? В частности, так делают аисты Кстати, размах крыльев белого аиста может достигать двух метров Вы привыкли видеть в яйце один или два желтка Но знаете ли вы, что там может оказаться до девяти штук? Такие случаи нередки и встречаются в мире каждый год Как думаете, сколько запахов? Мы можем распознать Десять тысяч? Двадцать? Намного больше Наш нос способен отличить до пятидесяти тысяч ароматов За день нос человека прокачивает более двух тысяч литров воздуха Попутно очищая, увлажняя, а в холодную погоду еще и нагревая его Полченая картошка с котлеткой, сосиска в тесте или макарошки Что предпочитаете именно вы? У каждого есть любимая еда в школьной столовой Как выбирают меню для учеников? В чем секрет вкусных блюд? Сегодня наши коллеги отправятся готовить настоящий школьный обед Впервые в самом сердце столовой Наши корреспонденты каждый день обедают в школьной столовой Но никогда не видели, как готовятся их любимые блюда Кстати, что у нас сегодня дают? Каша гречневая Нормальная каша Это соус Ватрушечки, котлетки Чуть позже я вам разрешу что-то попробовать Ну а сейчас я думаю, что мы должны с вами булочки сделать и отправить в расточный шкаф Ежедневно повара Глобуса готовят для нескольких тысяч ребятишек Еда всегда должна быть свежей и горячей Здесь никогда не бывает ничего вчерашнего Булочки мягкие и свежие несколько видов С мясом, с маком, с творогом С утра до вечера кипит работа Повара заводят тесто, чистят, моют, режут, варят А что же делает технолог? Он разрабатывает меню Ведь еда для детей должна быть не только вкусной, но и полезной К правильному питанию школьников нужно приучать с детства Стандарты питания разрабатывают ученые А технологи на их основе придумывают и составляют меню Сколько часов нужно, чтобы приготовить еду для всей школы? Чтобы приготовить еду для всей школы потребуется 8 часов В полноценном обеде должно быть первое блюдо, второе блюдо, напиток обязательно должен быть, салат и фрукт Качественный обед состоит из белков, жиров и углеводов Белки – это строительный материал для нашего тела Их можно сравнить с кирпичиками, из которых складываются кости, мышцы, кожа человека Они содержатся в рыбе, мясе, твороге, яйцах и молоке Другие вещества нужны, чтобы откладывать в теле запасы питательных веществ Это жиры Они содержатся в сливочном, растительном масле и сметане Третье вещество – углеводы Они дают телу энергию, чтобы сердце билось, человек дышал, ходил, бегал, говорил, работал Фрукты, овощи, хлеб и каши дают нам для этого силы Если каких-то веществ не будет хватать, то человек может заболеть Особенно важно правильно питаться детям Ведь у них растущий организм, и они много сил тратят на учебу и движение Как вы определяете, что будет в меню для школьников? Ну, во-первых, у нас есть нормативно-правовая документация Санитарные нормы и правила Там четко написано, прописаны те продукты, из которых мы можем готовить А которые нельзя использовать в детском питании Потом мы разрабатываем, прорабатываем новые блюда Это самый волнительный момент на нашем предприятии Мы его прорабатываем и вводим в массу То есть оно появляется в меню практически всех школ города После этого мы начинаем оценку В первую очередь мы смотрим, пустые у вас тарелки или нет Если ваши тарелочки пустые, вы скушали это блюдо Ну, значит, оно понравилось Все блюда готовятся из продукции алтайских производителей Натуральные, качественные продукты Вкусные макароны со сливочным маслом Булочки с маком, гречневая каша с соусами и подливой Остал дожданный час Наши булочки готовы Сегодня наши корреспонденты познакомились с рецептами простых и полезных блюд Помогли испечь булочки А еще увидели труд поваров и их старание сделать каждого школьника здоровым, радостным и полным сил Ведь школьный обед – это основа культуры правильного питания, хорошего роста, а также успеваемости Ваши пустые тарелки – лучший комплимент для поваров И все же не забывайте сказать им «Спасибо, было очень вкусно!» Как думаете, у какой части нашего тела есть уникальный отпечаток, как у пальца? Не догадаетесь, это язык! В человеческом теле насчитывается около 640 мышц И язык – самая стильная из них Многим кажется, что наши кости не прочнее стройматериалов Но это совсем не так Некоторые кости нашего тела прочнее стали В руке вместе с запястьем таких крепких косточек – 54 Интересно, как много информации может поместиться в наш мозг? Он может запомнить 4 миллиона песен, ведь его память составляет 4 терабайта А еще мозг во время работы производит объем электричества, который может включить лампочку Что крепче – нога человека или копыта лошади? Наверное, вы удивитесь, но они одинаковы по прочности А еще ногти будут расти быстрее на той руке, которую вы больше используете То есть, если вы правша, то на правой Оказывается, у нелюбимых нами комаров есть зубы А если вы воспользуетесь микроскопом, то насчитаете их целых 22 Удивительно, правда? Но это еще не все У него 100 глаз и 3 сердца Каких животных больше всего на Земле? Многообразие видов поражает Но некоторых животных очень сложно встретить на планете Сегодня мы поговорим, каких же животных больше всего и как ученые их считают Как посчитать птиц в небе? О рыбводе На Земле обитает огромное количество видов живых организмов И ученые продолжают исследовать это невероятное разнообразие По последним оценкам, на планете Земля проживает около 8,7 миллионов видов живых существ Больше всего на нашей планете видов насекомых свыше 6 миллионов Они живут практически везде На Земле, в воде и в воздухе Следующая по численности группа – это растения Их оценивают в 390 тысяч видов Также на Земле обитают многие другие виды Такие как млекопитающие, рыбы, птицы, рептилии и амфибии Их общее число составляет около 66 тысяч видов Ученые используют различные методы Чтобы подсчитать количество видов на Земле Например, они используют генетические данные Проводя экспедиции на разные континенты Используют технологии дистанционного зондирования Однако, несмотря на все эти условия До сих пор наш мир еще далеко от того, чтобы быть полностью изученным Некоторые ученые полагают, что количество видов на Земле Может быть гораздо больше, чем мы знаем сегодня Мы желаем вам отличного настроения и такой же учебы Успехов и рецептов к ним Занимайтесь спортом, учитесь рисовать и готовить вкусняшки Угощайте близким, дарите им радость А еще мы желаем всем хорошей погоды И только хороших новостей Пока-пока, увидимся через неделю Субтитры сделал DimaTorzok